и снова здравствуйте всем привет итак персонаж значит из мультфильма сын с отцом есть нужно теперь им окружение столы там сделать для анимации для проб ну давайте посмотрим как все это дело сделать значит стол вот в таком духе я его буду делать наверное отдельно вот с кубов давайте сделаем так тройка на нампаде английская а выбираем поднимаем это будет у нас значит тумба тумбу я сейчас уменьшим где-то вот в таком духе отодвину его в бок теперь add mesh делаем добавляем еще один куб поднимаем его уплотняем где-то вот до таких размеров из давим вот в такую плоскости вот где-то такая штукенция получается так уводим ее в бок еще значит ставим повыше немножко растянем там уже подгадаемся по столу по размеру как это все дело будет так сдублируем shift нажимаем семерка на нампаде перетянем вот эту значит тумбу ее тоже значит сплю с ним это будет боковая стенка где-то в таком духе теперь тройка на нампаде выбираем опять же тумбу shift d делаем дубликат поднимаем ее выше давайте сплю с ним это будет у нас верхняя значит тут это крышка стола толстая она не должна быть мы сейчас еще немножко значит сплю с ним вот так вот сделаем потоньше опустим пониже следом что нужно сделать наверно вот это будет толстовато давайте выберем все детали и немножко это все дело где-то вот так сплю с ним отведем чтобы задняя стенка была вот запасом ну а теперь идем в edit mode и доработаем вот эту саму сам ящик значит что edit mode выбираем вершины так через shift тройка на нампаде единица на нампаде можно включить мов чуть-чуть ее вывести вперед следом какая тут штука выходит выберем вершины наверно все таки это будет толстовато ну и чуть-чуть уведем в бок нормально ну а эту часть тоже нужно будет уменьшить ее проще будет уменьшить вот так вот не напрягаясь выберем ее и чуть-чуть сплю с ним ну что столешница выходила значит за пределы так стол тоже чуть-чуть уведем чуть-чуть сплю с ним так это единица на нампаде ну где-то вот так так наверное все таки многовато давайте еще назад ну пусть побольше будет значит она да ну вот эту стенку можно чуть-чуть подальше увести ну в принципе что стол нормально давайте столешницу на я сначала сделаем это будет у нас edit mode ctrl b введем сглаживаем крутим колесико смотрим какой результат в принципе нормально но вот это вот по моему не очень да да делаем ctrl z выбираем так а что ж ребра наверно так это ребра shift alt выбираем следом выбираем вот эти ребра попробуем кто-нибудь это такая замутить опять же ctrl b тянем поменьше полигонов ну вот уже будет помягче теперь выбираем object mode выбираем вот эту стенку тройка на нампаде наверно она большеватая так уменьшим подгоним выберем выберем боковую стенку чуть отведем и тогда чуть-чуть растянем нашу вот эту заготовку ну в принципе все нормально теперь по тумбе по тумбе идем значит в edit mode выбираем полигоны ставим на полигон делаем тройку на нампаде делаем английское и инвертируем еще раз и инвертируем и уводим ее вглубь вот так это будет один ящик это нам не надо значит надо хотя бы ящика два поставить давайте лупкатами значит это будет один ящик это будет второй ящик и один большой нижний будет ну пускай так и будет так ну можно еще я наверное не буду делать чтобы они открывались потому что при анимации они не будут открываться или в принципе можно сделать ну тогда ящики надо будет делать не не хочу в принципе пойдет так уменьшаем теперь выбираем можно теперь shift выбрать все вершины вот нажать левая кнопка мыши и тогда просто можно нажимать на вершины работать с вершинами на полигоны с полигонами и так далее ну давайте выберем полигоны так такое дело не прокатено еще нужно будет добавлять да так тройка на нампаде снимаем выделение что тут так ну давайте добавим еще на лупкатов так тут еще один и тут еще один и пониже еще один и пониже еще один выбираем и экстрадируем так вытянули теперь нужно сделать ctrl b и все это дело немножко как бы сгладить вот пойдет вроде как оно да так ctrl z ctrl z ctrl z ctrl b и побольше полигонов добавить и чуть-чуть уменьшить ну чтоб чуть-чуть были закруглены вот теперь есть good так теперь нужно добавить вот эти вот ручки это можно сделать append значит с чего их будем делать давайте с куба так сейчас поднять его нужно выше тройка на нампаде сделаем s уменьшим теперь растянем нормально семерка вид сверху семерка на нампаде добавим сюда лупкаты так это где-то будет лупкат тут и лупкат тут добавим посередине лупкат вот так где-то наверное вот до сюда и еще один выбираем теперь полигоны вот этот боковой и с помощью мов уводим все вглубь так получается не так значит нужно добавить еще лупкаты так еще по лупкату зашибись ну а теперь полигон и уводим все это дело вглубь так увели так ручка скомпоновалась теперь что нужно сделать семерка на нампаде выберем вот так вот полигоны а в смысле вершины и уведем вбок вбок тоже выберем вершины уведем вбок так где-то до середины ручка скомпонована ну и давайте немножко вытянем вот эти штукенции теперь это она ровная получается давайте попробуем ее развести чуть-чуть так и сделать их с так чуть-чуть поменьше и чуть-чуть вбок отвести так сплю с ним теперь их вот таким вот образом все зашибись теперь какая у нас должна быть штука это все дело вот эти ребра убираем так так ну где-то так да делаем тройку на нампаде делаем ctrl b уменьшаем чуть-чуть колесиком полигон вот эти чтоб поменьше их было так смотрим что получилось не есть good ctrl b идет ломка здесь вот полигонов так а если ctrl z ctrl z английская а и делаем ctrl ctrl о вершины кое-какие вытягиваются вот вот это не есть хорошо так g m английская out центр так ну так будет нам получше не а ctrl z а ну ка с а а а ну ка а ну ка а поменьше это сделаем и тогда будет нормально все так все это зашибись английская л нажимаем пи selected object mode выбираем ручку подводим опускаем единицу на нампаде выводим ее подключаемся это origin геометрии чтоб лучше удобнее было крутить вертеть так смотрим большая она нам в принципе она большая тоже смотрится да можно и сделать немножко s чтобы все было получше о единице на нампаде и ну в принципе пускай ровно будет делаем shift d дублируем выводим подгоняем делаем shift d дублируем вниз уводим на наш ящик опять же и чуть чуть повыше ну вот на ящиках стоят уже ручки так ручки можно сразу объединить решив ctrl j сделать одним ну как одним sub tool так добавить материал материал будет у нас давайте черный вот так да ну а здесь сейчас будем делать так это если shader smooth применить неплохо так смотрится давайте теперь сделаем под развертку все это дело значит столешница столешница выбираем ребра так вот так через shift теперь вот давай на все так ду Продолжение следует... Поделили, делаем теперь правой кнопкой мыши нажимаем. Так, и что это у нас получается? Находим MarkSim, делаем линии разреза. Так, теперь заходим в Object Mode, выбираем нашу вот эту тумбу, Edit Mode. Так, и что это у нас получается? Так, и вот она еще, правая кнопка мыши, Mark Shape, так, Ctrl, MarkSim, так, и еще добавим здесь вот разрезку. Так, это что у нас? О, крышку можно пока снять. MarkSim. Ну и верхнюю тоже добавим. И боковушки. Продолжение следует... Так, а что можно сделать здесь? Выделяем все наши вот эти части. Так, это вот сюда. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, что еще тут получается? Ну, где-то так, правая кнопка мыши, максим, нормально. Ну, вроде бы, должно ее развернуть. Так, теперь заходим в ObjectMod, находим еще нашу вот эту заготовку EditMod и проделаем то же самое. Так, а если я выберу полигоны, Ctrl-Shift. Вот так, да? Не катит, значит, только нужно ребрами. Так, вот так. Так, максим, ну, чтобы все было выбрано, проверяем, смотрим. Так, боковухи, все зашибись. ObjectMod и теперь еще вот эту развернем. Так, вот так. Так, есть такое дело. Выбираем какую-нибудь часть. Вот, давайте вот эту вот. Заходим в UV Editor, английская. Ну, в принципе, тут куб, он развернут. Вот, вот все тут есть, развертка есть. Если нужно нам это все дело развернуть, нажимаем, значит, UV и жмем UV Smart. А, Unwrap, пардонте. Вот, все развернулось подетально. И теперь, если нам нужно будет что-то выбрать, ну, какую-то деталь, допустим, нажимаем на эту деталь, ну, допустим, полигоны. Вот она высвечивается. Мы ее можем переносить, перекручивать или выбирать на UV-шке английская L. Вот она. Так, есть такое дело. Лай-аут, ну, и то же самое, но это уже развернуто, я не буду, наверное, их разворачивать. Или надо, надо, наверное, раз сделал ребра эти, пусть развернется. Так, лай-аут. Следующая, UV-эдитер, английская A, Unwrap. Ну, и верхняя тоже штука, это крышка от стола. Smart UV. Вот они, эти боковушки. Вот они. Так, погнали дальше. Заходим в шейдинги. И подключаем сюда материал текстуры стола. Так, add текстуры. Image текстурка. Подключаем open. И находим, где она у вас там будет сохранена. А у меня отец и сын тут, вот она. Так, смотрим. Ну что, нормально легла по боковушкам. Вот единственное, что здесь вот сейчас подправить нужно. Вот эта черная какая-то штукенция. И тут черная, и тут черная. Ну, а так по столу легла. Выбираем, вот видите, она вдоль. А в мультфильме она, значит, наоборот, перекручена. А вот она еще. Давайте new. Я ее не развернул, по-моему, английская. Onwrap. Так, layout. Шейдинги. Текстура. Image текстурка опять. И подключаем, пусть это другой куб был. Эти дублированные кубы. А этот я добавлял, поэтому он не увидел эту текстуру. Так, вот с нее и посмотрим, как это все дело делается. Значит так. Выбираем вот эту штуку. Заходим в UV Editor. И нам нужна английская. Так, A. Так, а ну-ка, сейчас, пардонте. Так, вот эта задняя правильно легла. Нам нужно перекрутить только вот эту вот часть. Значит, заходим в UV Editor. Находим полигон. Выбираем только этот полигон. И R перекручиваем вот тут же. Можно его сделать потемнее. Так. А ну-ка. Ну да, вот он перекрутился. Можно его чуть-чуть сдвинуть, допустим, в темную часть. Раз там темное, ну как, затемнение должно быть. О, здесь будет потемнее. Точно так же можно выбрать вот эту штукенцию. Я хочу зайти в UV Editor. Выбрать. Вот то, что нам надо развернуть через Shift. Так, ну вроде все выбрано. Вот она. И мы ее перекручиваем. Делаем R. Так, A. Английская. И делаем R. Так, можно ее... Да тут можно ее оставить. Так. Смотрим еще, что нам нужно будет переворачивать. Ну, заднюю стенку, да. Ну стол, столешница нормальная. Вот на заднюю стенку здесь вот нормально легла. И вот эту боковую. Ну, а дверцы, пускай именно вверх будут так. Так, выбираем опять UV Editor. Выбираем теперь только вот эти. Английская A. Перекручиваем ее. Ну, можно вниз опустить. Английская A. Так. Ну, и чтоб она никуда не залазила. Смотрим. Ну, вот нормально. Так, это UV Editor. И пусть она тут и, как говорится, и повисит. Ну, все. С этим делом все. Давайте с внутренними стенками разберемся. Так, здесь развернуто, развернуто. Еще вот боковушки на вот эту темноту убрать. Может просто свет так падает, а может нет. Так, вот эту вот часть теперь выбираем. Заходим в UV Editor. И перекручиваем ее. Английская A. R. И уводим ее в темноту. О, но не так. Почему? Значит так, если она вдоль, она получается была правильно, да? Ну, вот. Нормально. Только теперь она крупнее выглядит. Вот. А вот она еще часть. Ну, тогда проще ее все развернуть. Делаем Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Делаем английское A. А, так, пардонте. Выйдет мод, английское A. Так, тут еще значит Ctrl-Z, Ctrl-Z. И перекрутим просто наш вот эту. Делаем всю заготовку. А ну-ка. В принципе, она там должна нормально лечь. А, все нормально легла. А, вот эта вот здесь боковушка, да? Угу. Тогда вот эту боковушку просто подправить. Делаем R. И поднимаем ее, допустим, повыше. Все. Все. Не мешается. Нормально. Можно вот сюда увести даже ее в тень. Сбрасываем. Английское L. лечо. И вот пусть потемнее будет. А, в принципе, а зачем ей тут потемнее, если не внутренняя сторона, да? Значит, пусть будет светлее. И вот сюда. Нормал. Все. Стол нормально. Внутренность нормальная. Все вертикально, горизонтально. Остается теперь разобраться со столешницей. Выбираем столешницу, UV Editor. Так. И нам понадобятся вот эти вот части. Так. Уводим их в светлую зону. Все. Так. Это все. Алло. Технинг. Ок, спрашиваю. ну вот вроде бы все нормально так ручки ручки у нас теперь минус материал и добавляем новый и опять перекрашиваем почему потому что это тот же куб был таким вот образом пускай так стол есть все зашибись может быть текстурка чуть не под не подходит ну это уже не суть вопроса главное что стол готов давайте сделаем теперь бумагу бумага теперь должна лежать на столе так стол выбираем семерка на нампаде так транспоз перекрутка и уводим его подальше или пусть на центре стоит пока вот так добавляем теперь add mesh добавляем куб выбираем куб давайте поставим его пока виртуально на стол сделаем ему с прикинем размер бумаги это где-то даже побольше должна быть и бумагу нужно растянуть обязательно а4 формата так тройка на нампаде опускаем и тут немножко нужно что сделать так развертка здесь есть давайте зайдем в edit mode я его сейчас тоже порежу сразу потому что с этим делом нужно будет сейчас работать так это верхняя часть нужна нам будет и нижняя так и нижняя марксин делаем развертку и и editor английская а он в рэп вот все развернула ну а теперь можно наложить сюда сразу текстурку это в шейдингах new материал текстуры image текстур и и скачиваем значит интернета текстуры вот этой бумаги там разные можно скриншот где-то сделать где его тут вот он по моему вот разные тут скачал вот типа бумага вот она это будет крупная это мелкая так что тут у нас легла не очень хорошо и видит это значит интересно как то развернуло шиздец так а ну ка ну вот уже получше нормально так теперь выбираем по моему вот этот английская а перекручиваем динь смотрим что все тут вышло идем назад а ну ка о нормально только нужно чуть-чуть ее довернуть значит это получается вот так наверно вот вот Продолжение следует... И теперь вот эту штуку нужно чуть-чуть поднять кверху, по-моему. Ну, в принципе, что, бумага... А, вот ещё. Докрутить вот эту часть. Так, G. Так, вроде попало. И чуть-чуть R. Ну-ка... Так, почему-то нижний вот это... Як не так, да? А ну-ка, пробуем другой вариант. Это я что-то не так поставил, наверное, вот эти... Укенсы, значит, A. И делаем... Edit Mode, английская A. Правая кнопка мыши. И, значит... Всё, опять нужно выбирать. Clear Sim. Снимаем выделение вот это и делаем другую развертку. Smart UV. Окей. О, а ну-ка, может так лучше будет. Так... Вот так-то будет лучше. Так, тройка на нампаде. Единица на нампаде. И чуть-чуть всё это дело-то перевернём. Нужно немножко всё это будет сплюснуть. Вот у нас получились уже типа как бумага. Вот она. Так, ну верх, в принципе, можно назначить материал другой. Это не проблема. В верхней части потом подправим. Так, семёрка на нампаде. Так, тройка на нампаде. Единица на нампаде. Делаем Shift D. Поднимаем. Опускаем. Ещё плюснем. Семёрка на нампаде. Перекрутим. R. Единица на нампаде. Опустим. Теперь опять же Shift D. Делаем дубликат. Уводим чуть-чуть бок. Семёрка на нампаде. Теперь перекручиваем в другую сторону. Shift D. Перекручиваем в другую сторону. Единица на нампаде. Поднимаем повыше. Вот. Теперь делаем Shift D. Делаем дубликат. Уводим чуть-чуть в бок, чтобы, ну вот эти вот, были разности, да, такие. все это дело надуваем поднимаем повыше можно даже что сделать, тройка на нампаде и немножко поиздеваться с этим делом, выбираем edit mode, ставим прозрачность, выбираем вершины вот эти тройка на нампаде, через shift выбираем вот эти вершины семерка на нампаде и чуть-чуть уводим их делаем такой угол как бы можно даже немножко перекрутить, как будто там что-то надутое вот и теперь у нас получается еще одна заготовка такая ее можно крутить, зеркалить в разные стороны, так, теперь выбираем вот эти все штуки делаем все FD поднимаем повыше ну как-то так-то, да ну а теперь можно чисто вот этими нагнать массу вот этими верхними так, вот эту отключим так, нам понадобится что? вот это вот это вот это вот это вот это и вот это вот это вот кройка на нампаде можно где-то побольше там в разные стороны увести CFD вот так надуть как-то их побольше где-то стопку так семерка на нампаде делаем CFD делаем перекрутку вытяжку и побольше вот это все дело поднимаем так нижнюю можно чуть уменьшить верхнюю тоже можно чуть уменьшить ну вот получилась вот такая стопка бумаги можно теперь все эти кубы опа так вот этот куб вот этот вот этот где они тут идут и сделать ctrl J вот такая бумага ну-ка если вот сгладить нужно тогда получается уже более так но на листы похоже сглажено вот так ctrl Z ну и так тоже выглядит неплохо форму можно делать разную если поменять ей именно сетку то можно еще переработать скульпт моде где-то какие-то листья подтянуть где-то что-то как-то так ну это давайте сделаем семерка на нампаде сделаем с у него получается три стопки помещается ну в принципе бумага у него точно так же где-то выглядит вот и получается три стопки у него должно здесь поместиться так опускаем нужно растянуть сделать повыше тогда она еще будет поприкольнее shift так эту стопку можно еще повыше сделать и одну поменьше так опускаем ее вниз а это делаем cfd дубликат вытягиваем вот сюда где-то и чуть-чуть уменьшаем вот ну если будет вид сверху здесь можно на верхние вот эти полигоны поставить значит с буквами какую-нибудь разверточку давайте выберем вот эту туку и поэкспериментируем так edit mode выберем полигоны верхний верхний полигон и сделаем ему новый материал добавим плюс материал новый и сделаем decision вот ну и этим тоже так можно сделать и сюда скачиваем текстурку с буквами и так добавляем материал в шейдингах опять же добавляем add текстуры и mesh текстуры и смотрим что получится так где тут текст вот два разных варианта я скачал о это плоховастенько видно находим в editor находим вот этот лист и делаем ему вот эту форму вот эту форму вот эту форму Можно даже развернуть, но не принципиально. И тут тоже самое можно сделать. Ну или просто вот эти поудалить. Delete. А эту просто размножить заново. Shift. Вот как-то так-то. Так, а ну-ка. Можно чуть-чуть оттенок, потом текстурки поменять. Можно бамп еще скачать. Будет вообще классно. Так, и что по картинке? По картинке получается он как бы близко сидит. Значит, стол надо, наверное, еще немножко уменьшить. Так. ну вот стол поменьше вроде бы теперь если машинка станет то будет все зашибись а вот эти тогда можно как-то с еще больше сделать вот тогда стол можно растянуть вот эту столешницу чуть-чуть побольше ну и пусть выпирают за стол да ну нормал и что получилось смотрим находим лифт находим сам ставим 4 enter какие где-то мы ну а тут теперь со светом поиграть куда он там будет под углом смотреть или как даже можно 3 поставить на и ну с освещением можно тут другое поставить ну-ка смотрим как будет все cycles выглядеть ну вот так все выглядит cycles с бумагой можно еще поэкспериментировать я первый раз так делал как бы сделать но такой вариант думаю вроде бы более похож на бумагу да если больше добавить вот этих движух перекруток пачки то возможно будет смотреться лучше так а если мы сейчас добавим всему этому делу шейдер смут ну уже более так все это похоже ну не не то бумага она ровная поэтому пусть будет все вот таким вот образом так на этом ролик заканчиваю потом уже кости персонажей вставлю и такие вот окружение будет именно ним докинута для анимации и модель будет опять же в скачивании группе вк все всем пока до свидания